МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Окунулись в Иордане, набрали освященные воды. Амурчане отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. Коечный фонд могут увеличить в 4 раза. В Преамурье готовятся к ухудшению эпидемиологической ситуации. С марта по август поезд между Благовещенском и Хабаровском будет курсировать ежедневно. Новый очаг. В Магдагачинском районе обнаружены трупы диких кабанов, заруженных африканской чумой свиней. В России отметили один из главных религиозных праздников – Крещение Господне. По традиции, все желающие окунулись в специально оборудованные Иордане и набрали освященную воду. Евгений Вдовенко продолжит тему. Одна из самых известных крещенских традиций – купание в специальной Иордане в ледяной воде – популярно среди амурчан. В Благовещенске, в прорубь Назеи, первые желающие окунулись еще в ночь на 19 января. А днем, даже несмотря на рабочие будни, поток только вырос. Среди них и новички, и те, кто имеет опыт купания в ледяной воде. Окунулся первый раз, понравилось. Думаю, будет традицией. Привет жене, которая меня до этого останавливала. Первый раз трудно настроиться? Первый раз нет. Вообще легко. Вот собрался, зашел. Отлично. Захватывающе. Главное, потом, такая эйфория, очень приятно. Я, конечно, человек незакаленный, но так стил воли испытать, окунуться, очень приятно. Это очень холодно, но с другой стороны приятно. На душе теперь спокойно. Отличный. Третий год уже пробую. Здорово. Супер. Всем советую. Потом освежает очень сильно. Молодеешь, как будто сразу на десяточку. Освежающее и бодрящее ощущение от погружения в холодную воду пожелали испытать десятки благовещенцев. А особо закаленные, так и вовсе, после водных процедур решились на солнечные ванны. Все дело же вот здесь. Если ты мыслями греешься, значит, ты и душой греешься, и телом. Поэтому нормально. Загораем. Мы вот сейчас вот мне в данный момент солнце закрыли. Меньше солнечных ванн получу. Поэтому. Иордань Назии была оснащена теплыми мужскими и женскими раздевалками. За безопасностью купающихся следили сотрудники МЧС, полиция и медики. Кстати, последние предупреждают родителей о риске купания в ледяной воде для маленьких детей. Для детей купание в ледяной воде опасно тем, что у детей физиологический подкожно-жировой слой малоразвит, тонкий, не способен защитить детский организм от переохлаждения, которое может спровоцировать заболевания, например, лорорганов, фатит, гайморит, танзелит и другие заболевания уха, горла и носа, также заболевания нижнодыхательных путей, бронхит, внимание, обострение хронических заболеваний. Еще одна традиция крещенских праздников – набор освященной воды, которая, по мнению верующих, обладает особыми свойствами. Специальные обряды водосвятия в этот день проходят как на водоемах, так и в православных храмах. Процесс набора святой воды традиционно привлекает сотни горожан. Благовещенские крещенскую воду раздают в храме Ксении Петербургской. Сюда ее доставляют автоцистернами АКС. За день горожане обычно разбирают по 2-3-4-тонной цистерной воды. Приходят с бутылками, банками, канистрами и даже ведрами. Я только первый раз беру. И можно долго, хватит. А как использовать? Ну, весь дом осветить хочу, квартиру. Вы знаете, я не одна. Там соседи бабушки попросили, вот сейчас разолью всем, поделюсь, чтобы все со святой водой были. Маленький ребенок, да, частенько умываем, добавляем воду в ванну при купании. Также обязательно, конечно же, нужно поделиться с бабушкой, с дедушкой, которые как бы уже престарелые, да, не могут сами приехать, набрать. Ну, вот так вот и пытаемся использовать воду в нужном направлении, в нужном бруске, так сказать. Кстати, в этом году процесс набора крещенской воды в храме Ксении Петербургской проходил более организованно и без прошлогоднего ажиотажа. Сегодня, на удивление, после службы оказалось немного желающих набрать. На службе было много народу, полный храм, а после службы людей набирало совсем немного воды. И вот сейчас поток идет такой не сильный, не сильный. Ограничений никаких нет, то, сколько просит. Но мы напоминаем, что капля воды освещает море. То есть можно набрать водичку, маленькую бутылочку и потом дома разбавить уже по чистым канистрам, если хочется много крещенской воды. Евгений Вдовенко, Андрей Цветков, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В Преамурии готовятся к возможному ухудшению эпидемической ситуации по коронавирусу. К этому может привести новый штамм вируса. Первый случай омикрона в области зарегистрировали на прошлой неделе. Если потребуется, коечный фонд в стационарах смогут увеличить в четыре раза. До 4700 коек. Сегодня в госпиталях их свыше 1100 и четверть свободны. Отдельное внимание уделят беременным. Они также часто попадают на лечение. С одной из таких пациенток удалось пообщаться нашей съемочной группе. Я сначала вообще не понимала, что я просто думала, когда в первый день была температура, я просто думала, может быть, у беременных слегка бывает что-то там повышенное. Она была 37 и все. А потом на второй день стала понимать, что у меня признаки простуды, РВИ. Потом на третий день мне стало еще хуже. Ну, то есть мне стало плохо. Я лежала, у меня как-то это... Ну, не хотела верить, что у меня ковид. Просто я ночью вызвала скорую, потому что у меня температура поднялась 38. Я не знала, чем ее сбить. В главный ковидный стационар области Кристина попала перед самым Новым годом, 28 декабря. Вместо елки и подарков – больничная койка и страх за своего еще не родившегося ребенка. Я думала, это как-то, ну, все преувеличивает, что ли. А на самом деле это очень тяжело, когда ты просто поворачиваешься с боку на бок, а тебе уже тяжело дышать. Ну, то есть это даже страшно в какой-то момент становится. Особенно, когда ты беременна еще. Из поединка с опасным вирусом Кристина вышла победителем. Здесь родила мальчика и уже готова к выписке. В отделении гинекологии раньше принимали совершенно других пациентов. Когда корпус Благовещенской городской клинической больницы перевели в режим работы инфекционного госпиталя, все изменилось. Теперь сюда везут беременных с подтвержденным ковид-19 со всех городов и районов. Ковид намного изменил нашу работу. И нам волей судьбы пришлось гинекологам стать пульмонологами. Это, конечно, было поначалу очень сложно, тяжело. Нужно было хорошо вникать во все. Много слишком было препаратов, которые, новые препараты, лечение новое совершенно. Здесь нет универсальных методов. В каждом случае лечение определяется индивидуально. Часто на связи специалисты федеральных медицинских центров. История, результаты обследований, постоянный мониторинг состояния пациенток. Пандемия объединила врачей из разных точек страны. Мы консультируем тяжелых пациентов с центральными базами. Институт имени Сеченова, институт имени Пирогова, Кулаковский институт. Все беременные женщины у нас консультируются. Каждая из них и неоднократно с Кулаковским институтом. Большую роль играет эмоциональное состояние. У беременных страхов и так в два раза больше. Но дело не только в них. Коронавирус способен поражать нервную систему. Чтобы помочь справиться со всем, с больными каждый день работает психотерапевт. Первое, конечно, это стресс. То есть мы уже все напуганы коронавирусом, смертностью от него. То есть человек на состоянии стресса выделяются стрессовые гормоны. Это раз. На фоне интоксикации, на фоне болезни возникает гипоксия. То есть головной мозг и другие органы недостаточно кровоснабжаются. Также доказано это нейротропное действие вируса. Сам вирус поражает нервную систему и, в частности, клетки головного мозга. И самые тонкие места для нашей нервной системы. Поддержка врачей и медсестер играет огромную роль. И это отмечают все пациенты. Сегодня побороть опасный вирус им помогают свыше тысячи специалистов. Это врачи, медсестры и санитары. Каждая смена – это 12 часов на ногах в специальном костюме. Сейчас возможность передохнуть есть, а что будет через месяц, никто сказать не может. Новый штамм уже в Преамурии, а охват вакцинации пока недостаточно высок. Я считала, что это все несерьезно как-то и все наиграно. Для меня это было так до того, как мне поступить сюда. Сейчас у меня другое об этом представление и мнение. И я думаю, что попозже, когда я немножечко откормлю ребенка, потому что, ну не знаю, я буду вакцинироваться. Потому что для меня, я сама через это пошла, для меня это страшно. Я не хочу больше такого. Я хочу быть со своей семьей. С начала пандемии почти 700 детей с COVID-19 прошли лечение в Амурской областной детской клинической больнице. Там развернуто специализированное отделение для лечения маленьких пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. В очередной раз ковидный госпиталь детской клинической больницы начал прием юных пациентов со средней и серьезной степенью тяжести течения болезни в конце октября прошлого года. Сейчас медики отмечают новый прирост числа заболевших. Всего за пандемией у нас прошло около 700, может быть, чуть больше человек. Один мы имеем летальный исход. Это ребенок младшей в основной группе. Это грудной ребенок. Он был ему 3-4 месяца. Он погиб от пневмонии. Госпиталь у нас полностью всегда был загружен во все периоды эпидемии. Вот сейчас небольшой спад мы имеем после праздников январских, но он был и по всей России статистически. Но сейчас мы видим, что статистически и по России начинается увеличение защитного штамма. При этом врачи говорят, что новому штамму коронавируса особо подвержены дети. При этом они переносят заболевания легче взрослых. Обезопасить малышей от заражения могут их родители, своевременно пройдя вакцинацию от COVID-19. Пандемия привела к росту клиентов многофункциональных центров Преамурья. В прошлом году 79,5 тысяч граждан получили помощь при направлении электронных заявлений. По сравнению с 2020-м количество выросло более чем в 5 раз. Итоги работы региональных МФЦ обсудили в региональном правительстве. Для того, чтобы избежать массового скопления людей, проводилась работа по популяризации получения услуг в электронном виде. Таких в прошлом году было предоставлено 114 тысяч, что больше показателя 2020 года почти в полтора раза. Кроме этого, сотрудники амурских МФЦ принимали заявления на выплаты от подтопленцев. Всего более тысячи заявлений, а также выезжали в пострадавшие от большой воды населенные пункты для помощи сотрудникам социальной защиты. С 16 ноября в МФЦ стали обращаться люди, чтобы распечатать сертификаты вакцинированного или переболевшего COVID-19. За полтора месяца было принято более 22 тысяч таких заявлений. Правительство России направит в Амурскую область более 4 миллиардов рублей. Федеральные деньги пойдут на строительство дамп и проведение берегоукрепительных работ во Владимировке и Усть-Ивановке Благовещенского района. Распоряжение о распределении финансирования на ближайшие годы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В двух селах проживают около двух тысяч человек. Новые сооружения помогут защитить граждан, их имущество и объекты инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии. Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Завершить строительство объектов планируется в 2025 году. Напомню, в период летнего паводка прошлого года в Благовещенском районе было подтоплено 702 дома. Из них 64 в Усть-Ивановке, 180 во Владимировке. Поезд между Благовещенском и Хабаровском будет курсировать ежедневно. Из областной столицы состав отправится 2 марта. Продажа билетов уже открыта. Сейчас маршрут выполняется через день. Новое расписание будет действовать до конца лета. С 1 сентября, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, вернут старый график. В Магдагачинском районе обнаружен очаг африканской чумы свиней. Трупы диких кабанов возле села Челганы нашли местные охотники. Амурчане сообщили об этом в региональное управление ветеринарией. По сообщению руководства, ведомство угрожаемая зона была установлена в радиусе 10 километров от очага. Населенные пункты в нее не попали. При этом специалисты проведут подворовый обход ближайших сел. А смотрят свиней и возьмут у них кровь на анализ. Напомню, с начала года АЧС в регионе зарегистрирован не было. В Благовещенске внедряют систему раздельного сбора мусора. С начала года в областной столице появились 9 площадок, оборудованных евроконтейнерами на колесах. Также во дворах для пластиковых бутылок установили свыше 160 емкостей. Пользуются ли они популярностью, выяснил наш корреспондент. Непривычные для городского пейзажа контейнеры на колесах стали появляться в городских дворах в конце декабря. Сами емкости на треть вместительнее привычных металлических. Да и процесс загрузки содержимого в мусоровоз более экологичный. Потому что отходы не разлетаются за счет формы евроконтейнеров и задней загрузки. При таком способе пресс мусоровоза еще и максимально трамвует. То есть за одну поездку может забрать больше. Да и бригаде вместе с водителем удобно, им несложно подкатить емкость на колесах. Таких площадок, где стоят евроконтейнеры, в Благовещенске сегодня девять. Из них восемь оборудовал непосредственно оператор по вывозу мусора, еще одну администрация города. Выводы пока делать рано, кроме тех, что они более вместительные. То есть они у нас имеют объем 1,1 метра кубических. В отличие от стандартного металлического контейнера, у которого объем 0,75 кубического метра. Мы можем применять и такие, и такие контейнеры. Стараемся переходить к тем, которые более рациональны, которые более эстетично выглядят, скажем так. Но одной красоты, конечно, мало. Приживутся ли евроконтейнеры в нашем климате, покажет этот год. Специалистам предстоит оценить их морозы и влагоустойчивость. Насколько будет сложна замена, если одно из колес выйдет из строя. Мы присматриваемся, как они поведут себя в работе, так сказать, на прочность, на износостойкость. И как техника вывоз этих контейнеров с площадок. Ну вот на сегодняшний момент мы уже как бы усвоили, что вывозить их удобно, эти контейнеры. Если плюсы перевесят, то в дальнейшем таких емкостей станет по городу в разы больше. Пока же себя зарекомендовали сетчатые контейнеры для сбора ПЭД-бутылок. Таких в Благовещенске более 160. Мы эти ПЭД-бутылки отдаем на вторичную переработку, для того, чтобы данный пластик получил вторую жизнь. Мы видим значительную активность в использовании этих контейнеров для раздельного сбора. Люди сознательно начали разделять отходы на фракции, что очень радует. И мы, конечно, способствуем реализации раздельного сбора. Установка сеток под ПЭД-бутылки будет завершена в конце этого года. Екатерина Талалай, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в эфире Амурского областного. Редактор субтитров А.Семкин